Музей Столярная Мастерская Музей Столярная Мастерская Я предлагаю посмотреть как лепится одна из любимых нами фигурок. Часто мы ее используем в нашей работе. И вот сегодня для будущей выставки, которая у нас откроется буквально на днях, нам не хватает вот такого вот замечательного зайца. Для того, чтобы нам слепить такую игрушку, нам потребуется глина. Для начала мы слепим туловище нашего зайчика. И мы придаем эту вытянутую форму нашей заготовочке, раскатывая ее в руках. Мы вот так вот все протираем со всех сторон. И она становится гладкой и аккуратной. Следующая деталь, которую мы делаем, это голова. Голова у нас представляет из себя шарик. Мы его скатали и нам его нужно прикрепить. Примазали и снова в ход идет поролончик. Сделаем мы зайчику ушки. Продолговатая форма тоже прикрепляется обязательно с использованием водички. И обязательно разглаживаются. Глина не любит сухие руки. Она очень быстро сохнет. Ну и теперь нашу фигурку нам осталось немножечко украсить, довести до ума. Все фигуры достаточно простые сами по себе. Геометрические. Это шарики, колбаски. Все, кто приходит в наш музей с такой или подобной фигуркой, уходят от нас. Правда, не сразу, а через две недели, потому что она еще должна высохнуть, а потом пройти обжиг в муфельной печи. Скромную керамическую игрушку можно превратить в яркий сувенир на мастер-классе по росписи с использованием ярких акриловых красок. Традиционными для нашего музея являются мастер-классы по изготовлению разного рода кукол. Куклы бывают разные, сделаны из разных материалов. Мы в нашем музее работаем с тканью и работаем с еще одним необычным материалом. Это лыковым мочалом. Чаще всего с ребятами мы делаем кукол немножечко более простых, но тоже очень и очень симпатичных. Вот такая кукла-колокольчик. Делается в нашем музее. Делается она без иголки, без нитки. Держится исключительно на узелках, согласно старинной традиции. Вот такая вот забавная куколка. В музее «Столярная мастерская» вы сможете подобрать мастер-класс на любой вкус и возраст, лишь бы было желание. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульянской правды.